Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами продолжаем тему DIY ZigBee устройств проекта Mod.com.ru И сегодня поговорим про очень интересное устройство. Это ZigBee модуль, который управляет четырьмя реле. И при этом, в отличие от большинства промышленных аналогов, каждая из этих реле имеет сухие контакты. То есть управляет не тем напряжением, которое подается на вход, а любым, которое вам нужно. Это может быть и 5 Вольт, и 12 Вольт, и 24 Вольт. Ровно то, что вам нужно, в том числе и датакабели. Снова дам ссылку на первоисточник Mod.com.ru Ссылку на эту статью вы найдете в файле описания под этим видео. В ней можно найти все материалы для самостоятельного изготовления устройства. Для тех, кто более-менее дружит с паяльником, проблем быть не должно. Устройство собрано на почти квадратной плате. На одной из длинных сторон находятся четыре релейных трехконтактных модуля. С другой стороны контакты для подключения физических кнопок. Размер модуля, который специально проектировался для корпуса с возможностью установки на один рейку, по длинной стороне 92 мм. По более короткой стороне 87 мм. Готовый корпус можно заказать на Алиэкспресс. Ссылку найдете также в файле описания под видео. В своем прошлом обзоре про ZigBee пульт на 8 кнопок я допустил досадную оплошность, сказав, что здесь используется модуль от E-Byte с усилителем. Это не так. Усилителя на самом деле в этом пульте нет. Зато в этом реле он точно есть. Устройство спроектировано на модуле от E-Byte E18 MS1PA1PCB на базе CC2530 и усилителя CC2592 на 100 мВт. Устройство является роутером и благодаря мощному усилителю может закрыть некоторые вопросы со связью. Питается устройство напрямую от сети переменного напряжения от 100 до 240 вольт. Блок питания встроен. Причем вход питания никак не связан с самим релейным модулем. Как я сказал, работает принцип сухих контактов. Перейдем к релейному модулю. Тут 4 трехконтактных реле. Центральный контакт это вход. Правый нормально замкнутый и левый нормально разомкнутый контакт. На дорожках, разведенной с обратной стороны платы, все прекрасно видно. Тест с мультиметром. В выключенном, то есть нормальном состоянии, замкнуты центральные и правые контакты каждого реле. Левые контакты разомкнуты относительно центрального. Для проводных ZigBee устройств можно использовать конструктор прошивок с сайта питьевой инфо. Ссылка также будет в описании. Для прошивки нам пригодится тот же самый CC-дебаггер, который шел в комплекте со стиком CC2531. Говорил же я, что он нам еще пригодится. В отличие от стика, тут не нужен адаптер-переходник. Подключаем напрямую. Ключ, красный провод, позиционируем так. Подключаем дебаггер к USB-порту компьютера. Если все окей, то его светодиод будет иметь зеленый цвет. Если красный, возможно ошибка с подключением или позиционированием ключа. Сначала конструируем прошивку. Тип платы выбираем CC2530 плюс CC2592. Это внимательно, очень важно. Тут показано, как реле было настроено в стоковом варианте. Сначала выходы, которые управляют релейными модулями. Соответственно, релей 1 это P15, реле 2 16, 3 12 и 4 13. Все пины запоминают свое состояние при потере питания. Для тестирования отключим эту опцию для четвертого реле. Входы это контакты для подключения физических кнопок или выключателей. Им соответствуют пины P00, P01, P04 и P05. Они связаны напрямую с выходами. Для теста на втором контакте включим режим Switch. А с третьего уберем привязку к реле и включим опции логических событий. Сохраняем прошивку в файл. Для прошивки используем тот же самый флешер, что и для CC2531. Ссылку я оставлю в файле описания. Процесс синхронизации очень простой. Включаем режим добавления новых устройств и подаем питание на свежепрошитый релейный модуль. После этого он появится в системе. Хочу уточнить пару моментов. На CC2531 мне его подключить не удалось. А вот на CC2538 он подключился моментально и без проблем. Второе. Если вы меняете его прошивку, то нужно будет пересинхронизировать, предварительно удалив реле на старой прошивке. Автоматически на этой прошивке в систему пробрасывается 5 реле. Пятое это пищалка. В моем варианте они распаяны. Сенсор клик для логических событий и уровень качества сигнала. Кстати, в родной авторской прошивке с Mod.com.ru сенсор логических событий отсутствует, так что конструктор прошивок расширяет функционал устройства. Эти сущности пробрасываются и в Home Assistant интеграции MQTT. Сенсор клик, уровень сигнала и 5 свечей. Третий свитч с названием центральный это та самая пищалка, которая не распаяна в моем модуле и соответственно не работает. Остальные свитчи сверху вниз соответствуют реле 1, 2, 3 и 4. Давайте посмотрим, как работают контакты в нашей конфигурации прошивки. Первая пара связана с первым реле, опция свитч отключена. Каждое замыкание приводит к переключению реле. Это подойдет для кнопок и импульсных переключателей. Вторая пара с режимом свитч. Она подойдет для обычных выключателей. Реле будет работать только когда контакт будет замкнут. При размыкании реле отключится. Третья пара, отвязанная от релей, на него не влияет. Она генерирует только логические события. Четвертая работает аналогично первой. А вот события, которые генерируются третьей клавишей, которая отвязана от реле. Есть три типа событий. Сингл однократное, дабл двухкратное и трипл троехкратное нажатие. Вот так можно подключить внешний механический выключатель. При помощи конструктора прошивок создаем свою уникальную конфигурацию под свои требования и выключатели. А как работают контакты реле? Для демонстрации к первому реле подключу два потребителя. Ноль у них общий и подключен к кабелю питания. Фазы подключены к реле. Фаза от кабеля питания подключена к центральному контакту. Один из потребителей к нормально замкнутому правому, а второй к левому нормально разомкнутому. Для наглядности в роли потребителей будут обычные лампочки под сеть 220 В. Так как линия питания реле и лампочек одна и та же, правая лампочка включится сразу после включения в розетку. Если после этого отключить питание только от релейного модуля, лампочка все равно будет работать. При помощи провода я имитирую работу кнопки или импульсного выключателя. После замыкания центральный контакт реле переключается с правого на левый и загорается вторая лампочка. Аналогично происходит и при логическом управлении свечом из Home Assistant. Осталось проверить только режим сохранения состояния. В этой прошивке я отключил эту опцию у четвертого реле. Поэтому включаем все четыре реле и отключаем питание. А теперь восстанавливаем подачу питания. Первые три реле восстанавливают свое состояние перед отключением, четвертой остается выключенным. На мой взгляд это очень удачное устройство. Из недостатков можно назвать только то, что мне не удалось его синхронизировать со стиком CC2531. Хотя это может зависеть и от особенностей текущей версии ZigBee 2MQTT. Со стиком CC2538 никаких проблем нет. Синхронизация, работа крайне простая, легкая, беспроблемная. Из основных достоинств можно назвать то, что устройство очень легко кастомизируется при помощи конструктора прошивок. Вы можете создать именно свое, то что вам нужно устройство. Также это режим работы реле, сухие контакты. Вы можете коммутировать любые управляющие напряжения, в том числе и датакабели. Также не стоит забывать про работу этого реле в качестве мощного роутера. Потому что усилитель на 100 мВт действительно обеспечит хорошее покрытие. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok